Дети должны воспитываться в любящей семье. Из-за семейного неблагополучия ребенок может стать сиротой. Помочь родителям и детям оставаться вместе может социальная и психологическая поддержка. Профилактику социального сиротства обсуждали сегодня за круглым столом. Каким образом могут сотрудничать органы власти, представители бизнес-сообщества и общественной организации в профилактике социального сиротства? Без такого взаимодействия довольно сложно и даже практически невозможно решать сложнейшие социальные проблемы. Семье нужна помощь. Здесь и сейчас. Читать лекцию, нотацию семье бесполезно. Дети – это продукт неблагополучия семьи. То есть не насмотреть то, что творится семьей, а предотвращать неблагополучие в семье. Это очень сложная, серьезная работа. В эту работу, прежде всего, должны включиться, конечно, так называемые участковые социальные работники. В Чувашии свою программу помощи детям-сиротам реализует и благотворительный фонд «Тарифметика добра». Подготовка к сдаче итоговой аттестации учеников 8-11 классов и поступлению в среднеспециальные высшие учебные заведения – вот основная цель проекта. Кстати, занятия проходят по индивидуальной программе, проводят его высококвалифицированные преподаватели в режиме онлайн. Мы используем в Чувашии программу «Шанс». Для себя мы видим, где все равно сложные категории, работать с ними год-два – это очень мало. Поэтому мы хотим работать с ними 4-5 лет. Мы сейчас делаем обучение, мы делаем следующий тренинг. Нам бы хотелось, например, у Чувашии продолжить эту программу до… Ну вот, как говорят эксперты, было бы хорошо продолжить, пока ребенок не заведет в семью, потому что станет на гимнуре, хотя бы не начнет работать. Огромное количество реальных и дельных предложений было высказано на встрече. Одно из них – изменение Семейного кодекса в России. Планируется создать специальную рабочую группу для подготовки предложений в Госдуму. Участники круглого стола говорили и о развитии социального волонтерства. По итогам встречи стало ясно – власть, общественные организации и бизнес-сообщества говорят на одном языке. Теперь это сотрудничество нужно направить в практическое русло. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.